96 лет в этом году отмечает ветеран Камка Умбиталина из Мангостауской области. Во время войны она помогала бомбардировать вражеские земли. После войны ветеран стала одной из первооткрывателей нефтяных залежей от Тарау и Мангостау. С каким настроением встречает сегодня День Победы ветеран войны и труда, расскажет Тамара Степанова. У Камки Умбиталины два ярких воспоминания о войне. Первое – День Победы, и здесь не нужно объяснений. Второе – встреча в Уссурийской тайге с хищниками. Этот случай произошел уже после 9 мая, когда пришлось воевать с японцами. Сейчас ветеран рассказывает о нем с усмешкой, но тогда ей было не до шуток. Помню, пули прошили, двигатель, самолет горит и падает. Командир отдает приказ прыгать. Приземлилась я в Уссурийскую тайгу, струпы парашюта зацепили за дерево. Так на нем всю ночь и провисело. И слава богу, внизу увидела и тигров, и медведей. В темное время суток чаще хозяева хищники. Я бы не спаслась. Утром меня нашел лесник и провел в деревню. Камкаун Беталина родилась в Западно-Казахстанской области в 1923 году. В 18 лет она, как и много других ее сверстников, сменила школьную форму на военную. В 1942 году ей доверили грузить снаряды в бомбардировщики, затем разрешили вылетать в составе экипажа. Она служила в 9-й воздушной армии на 1-м Дальневосточном фронте. Участвовала в боевых вылетах во время войны с Японией. В списках наград этой отважной женщины – благодарность от Сталина. После войны ветеран посвятила себя геологоразведке. День Победы был самым радостным. Встретила его на Дальнем Востоке. Радовались. И слезы счастья лились из глаз. На войне нужно уметь многое, иначе смерть. Погибнуть страха не было. Больше боялись в племь попасть. Мы знали, нужно защищать нашу родину. Были одной семьей. Сплотились и выстояли против врага. Из Мангышлака в 40-х годах на фронт ушли больше 6 тысяч человек. Почти 5 тысяч из них не вернулись с войны. Сейчас в области живет 16 солдат-победителей. 9 из них – в Актау. В последние дни у мемориала «Вечный огонь» непривычно многолюдно. Здесь установили стенд памяти. Люди приносят сюда фотографии погибших и ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны. Вот и я принесла сюда снимок своего деда, гвардии лейтенанта Лалова Никиты Мироновича. Он добровольцем пошел на фронт, был командиром разведгруппы. День победы встретил в госпитале в Чехословакии. Тамара Степанова, Ренат Дусалиев, Хабар. Итоги дня. Мангостауская область.